Всех приветствую, Алексей Шредер снова в кадре И сегодня я хочу перейти на мировоззренческую тему, не касающуюся спорта Хотя, то о чем я буду говорить, в том числе может переноситься на вашу спортивную жизнь Ну, более важно еще, чем спорт на самом деле И вообще я хочу записать пару роликов мировоззренческих И понимаю, что будет очень много на меня бочек в комментариях Что Шредер тупой качок, что он лезет, мол, не в свои темы и так далее И как всегда эти комментарии я буду читать с улыбкой И всем желаю положительных эмоций, исключительно И, кстати, об этом я тоже запишу ролик О том, как правильно концентрироваться на всем положительном И чем это вам в жизни поможет А сегодня тема ролика «Смысл жизни» В чем ваш смысл жизни? И очень многие люди пытаются всегда настаивать и навязывать вам свои смыслы И из-за этого у вас возникает, как это говорится, когнитивный диссонанс Вы ничего не можете понять Люди говорят одно, а вам кажется, что смысл жизни заключается совершенно в другом Так вот, друзья, когда вам хотят навязать какой-то смысл жизни Вам пытаются навязать свою линию счастья А она может абсолютно не совпадать с вашей Откуда формируются призвания? Откуда формируются радостные эмоции в человеке? От определенных действий Из генетики и из воспитания В основном в детские годы, когда закладывается характер И, собственно, я повторю, что ваша линия, скажем так, действий, которая ведет к счастью Может отличаться от линии действий другого человека И другой человек вам впаривает суть Что самое главное в жизни – это накачать большие банки А все остальное – это фигня Банки накачаешь, деньги с этим вместе придут И вот главное – ты не будешь больше себя чувствовать неуверенным Другой вам будет впаривать Что главное – заработать много денег Стать богатым, миллионером У вас будет все бабло Вы сможете все купить И в этом заключается счастье И при этом вокруг очень много несчастных людей У которых много денег И кто-то может вам навязывать, что главное в жизни – это дети Я думал одно сначала, а потом думал второе А потом у меня появился сын, дочка И для меня в жизни самое главное стали дети И давай, рожай быстрее детей Или делай детей И у тебя будет счастье в жизни И только в этом заключается счастье Все эти точки зрения, конечно же, имеют право на существование Потому что если люди о чем-то говорят Если они это убежденно говорят, а не просто для красного словца То действительно то, о чем они говорят, приносит им счастье Оно не значит, что принесет счастье вам И не значит, что их смысл жизни равен вашему смыслу жизни Абсолютно не так Я вам напомню, что ваше призвание формируется генами и воспитанием А гены и воспитание детское у вас совершенно могут быть другими С тем человеком, который вам пытается внедрить какую-то суть смысла жизни В общем, все точки зрения имеют право на жизнь Но ни одна из них неправильная Она может быть умная, но в ней не хватает мудрости А мудрость заключается в следующем Что смысл жизни заключается в том, чтобы быть счастливым А чтобы быть счастливым, нужно осуществлять какие-то действия Ведущие вас к вашему призванию Потому что когда вы идете к вашему призванию Или когда вы достигли вашего призвания Вы счастливы Так вот, смысл жизни заключается в том, чтобы найти смысл жизни Именно ваш Определить его И двигаться к нему И никого не слушать Ваш смысл жизни Это ваш смысл жизни Есть такие люди, друзья Которые 10 лет подряд где-нибудь в Африке изучают Какую-то самку леопарда Там National Geographic человек работает Он следит за какой-то самкой леопарда 10 лет подряд Да, еще за какими-то другими животными И человек снимается в передачах Он с полным переживанием О том, как эта самка болела Какие у нее там были дети Какие пометы и так далее Всю жизнь готов пересказать Этой самке Он всю жизнь прожил в этой саванне дикой И он счастлив Друзья, это его призвание А вы можете сидеть и думать только о деньгах И думать, глядя на этого человека Какой же он глупец Какой же он идиот Он всю жизнь просрал в пустоту Денег не зарабатывал А я такой красавчик Я столько бабла заработал Какой я счастливый Вот это глупейшее поведение человека Так думать Нужно мириться с тем, что у людей Разные вещи Которые приносят им счастье Кому-то счастье приносит игра на гитаре Всю жизнь сочинять Творить какие-то мелодии Песни И человек никак не может избавиться От этой навязчивой идеи Стать популярным гитаристом Ему хочется делиться своим творчеством В гитаре заключается Можно сказать Смысл жизни этого человека У кого-то пусть это будут заработки Деньги Миллионер Миллионер Деньги, деньги Как заработать и так далее Пожалуйста Никто не против Смысл жизни Вам это приносит мотивацию Мотивацию Значит это ваше Для кого-то дети Дети Вот дети Изначально Человек ощущает Что для него это главное счастье Хочу иметь детей Детей Появились дети Счастье Посвящаю им всю свою жизнь О своей жизни забуду А другой со стороны смотрит И говорит Ты же забыл о своей жизни Ты всего себя вкладываешь в детей Это неправильно Почему это неправильно Это тоже правильно Если тот человек Который вкладывает Всю свою жизнь в детей Он счастлив при этом При этом Поэтому поймите Все Индивидуально Смыслы жизни Могут быть разными Никогда не лезьте Со своими смыслами В жизни В смыслы других людей Вы можете только лезть тогда Ну не лезть даже А советовать Когда вы видите Что человек идет Не к своей цели То есть он вроде как бы К чему-то идет Он вам говорит К чему идет А счастье при этом не получает И постоянно На что-то жалуется Вполне вероятно Что этот человек Идет не к своей цели А кто-то ему навязал Неправильную цель Либо этот человек Не знает к чему идти И пытается идти Хоть к чему-то Вот тогда Вы можете что-то советовать Советовать Но не навязывать Вот в этом смысл жизни Вот посмотри Какой я счастлив Вот в этом смысл жизни Допустим у меня Как я определил Где-то годам к 25 Есть три основных призвания Движение которым Мне доставляет Большое удовольствие И счастье Одно из этих призваний Два других Не обязательно называть Это спорт Спорт И вот это я определил Еще в подростковом возрасте Я очень хотел поступать В училище Олимпийского резерва Потом в Академию физкультуры И спорта Я хотел стать профессиональным спортсменом Это действительно Я осознаю это до сих пор Что это было Одним из моих призваний И с удовольствием Я бы стал в свое время Профессиональным спортсменом Потому что соревноваться Трибуну Тысяча зрителей Напрягаться Пытаться бить рекорды Это мое В душе В душе мое Не знаю Наверное на уровне генов Но к сожалению Смелости мне не хватило Чтобы наперекор Мнению родителей В свое время Когда я был подростком Очень мощно И агрессивно Настаивать на своем Не хватило смелости Ну ладно Ничего Нельзя жалеть о прошлом Главное продолжать Двигаться К тому Что вы считаете Как свое призвание Призвания Друзья Могут меняться Ваши смыслы жизни Могут меняться Это не значит Что вы определили В какой-то момент Жизни Свой смысл жизни И все Это навсегда Нет Не обязательно Вашим смыслом жизни В определенный момент Может быть поступить В какой-то Вуз То есть это Пусть не глобально Звучит Всего лишь поступить В вуз Но На несколько месяцев На несколько лет Это может стать Вашим смыслом жизни И пусть оно так И будет Не обязательно В это время Менять свой смысл жизни Он потом обязательно Поменяется Когда вы поступите Следующий смысл Может быть Совершенно нечто другое Я вот допустим Вам могу привести пример Человек Родился Растет Живет И он определил Что самое важное В его жизни Это деньги Стать миллионером И он начал Кладывать все усилия В то чтобы стать Миллионером Вкладывать 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 Прошло 7 лет Он стал миллионером Денег много А счастья нет Потому что смысл жизни Поменялся Он достиг чего хотел А теперь нужен Новый смысл жизни Человек Допустим Женился мужчина И Займел двоих детей И Начал вкладывать Все свое время Все свои эмоции Положительные В этих своих двоих детей Это стало его Новым смыслом жизни И он вкладывает Вкладывает эмоции Ему так классно Прекрасно Замечательный смысл жизни На какое-то время Может быть до конца жизни Но допустим Он опять перестал В определенный момент Быть счастливым Дети достигли 15 летнего возраста У них своя жизнь появилась И у человека Опять пропал смысл жизни Опять появился негатив Опять смысла жизни Такого четкого нет И в это время Человек Вдруг понял Что когда-то в детстве Он любил так сильно музыку И его сейчас Опять потянуло на музыку И он Начал играть на пианино Начал что-то сочинять Понимаете И это приносит ему счастье И он до самой смерти Сочиняет музыку Пусть он там Не собирает концерты Но это приносит ему удовольствие И так он от миллионера Пришел к детям А от детей Пришел к музыке И так далее Это нормально Когда смысл жизни меняется Главное Основное Чтобы у вас был Ваш смысл жизни Всегда У меня были такие моменты в жизни Когда смысла не было Это очень тяжелое время Друзья Ты не понимаешь что делать Ты в прострации находишься Ты не понимаешь К чему двигаться Ты не действуешь И в итоге ничего не достигаешь Ты теряешь свое время Я потерял несколько лет Своего времени Которое я мог бы направить В нужное русло Поэтому Всегда Определяйте свой смысл жизни Пусть на какое-то время Это вас будет мотивировать Это будет давать вам положительные эмоции И стремитесь Обязательное действие К тому Чтобы стремиться К вашему призванию А не просто определить смысл жизни А дальше надеяться на удачу Все Друзья Стремитесь К тому Чтобы иметь смысл жизни И помните Что в этом и заключается Ваш смысл жизни Быть счастливым А быть счастливым Это значит Двигаться к своему призванию Всем пока Никого не слушайте Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok